привет вы на канале яхта на колесах меня зовут антон а мы в германии в штутгарде смотрим новинки 2023 года ну и вообще линейки 2023 года сегодня заглянули на стенд lmc уже знакомого нам бренда несколько раз были прицепы в москве lmc входит в humor group поэтому в целом отличается достойным качеством но немножко таким архаичным я бы сказал дизайном но при этом это достаточно доступные варианты и вот сегодня мы один такой посмотрим у нас здесь достаточно много спальных мест но при этом прицеп компактный и не очень дорогой коротко технические моменты у нас общая длина вместе с дышлом 4 7 метров 150 миллиметров соответственно но ширина 2 12 высота 261 вот такого вот такие у нас габариты вес тут варьируется от тонны 200 до тонны 500 зависимости от комплектации там и так далее это максимально снаряженная масса не снаряжена но даже если он весит у нас полторы тонны мы все еще теоретически можем буксировать его с категории b зависит все от вашего тягача от вашей машины если это какой-то кроссовер весом от полутора тонн до двух вот в этом диапазоне то вы поместитесь в б категорию не открывая дополнительно б е в случае с этим прицепом что еще важно отметить важно отметить что у нас здесь а давайте сразу все внутри посмотрим про спальные места хотел сказать но лучше это видите я так громко с порога заявил о том что дизайн у лмс архаичный а на самом деле зашел внутрь и вижу что сильно эволюционировал визуально лмс с 2020 года года когда мы приезжали к ним на завод действительно на тот момент они сильно как будто бы отставали визуально от всего остального от других производителей потому что но сейчас я захожу здесь и не вижу вот этих вот признаков отстающего визуального отстающих визуальных решений по моему все очень стильно современно выглядит и собственно перейдем к планировке я нахожусь в столовой группе как бы в передней части прицепа вот такой просторный стол диванчик где спокойно разместятся четыре человека если плотненькость может быть даже 6 или поставить какой-то случае сбоку есть комфортно сядут 5 человек но тут уже как бы зависимости от ваших потребностей очень интересно лмс решает вопрос со столом часто в прицепах у нас просто стол на ножке куда-то его надо сдвигать чтобы сделать там кровать и так далее в данном случае у нас он просто убирается вот сюда так вот раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз и внутрь и он больше нам не мешает и у нас остаются просто диванчики и кровать кровать в передней части 189 на 152 сантиметра очень удобно они здесь наклеили везде шильдики мы можем прям сразу не с рулеткой здесь ходить а все это видеть далее если мы опустим стол на специальную вот эту опору его можно вынуть вперед тут нужно фиксатор снять и в общем мы можем приподнимем как раз выдвинуть вперед опустить соответственно ножку сложить и опустить его вниз специальные направляющие положить вот эти подушки спинки у нас получится еще одна кровать до получится такая кровать лесенкой да людям надо через друг друга проходить но скажем так давайте будем считать это гостевой кроватью тем не менее 188 на 122 получается здесь еще одно спальное место ну что это двухспальная кровать то есть раскрывать два человека 2 кровать два человека это уже четыре теоретически спальных места вот в таком максимальном наполнении ну и вот в таком формате это столовая группа если столовую группу естественно если вам достаточно только там этой спальне в данном случае мы столик убираем и вообще отлично все прям идеально поднимаемся на кровать и все как-то так визуально по моему выглядит симпатично да и конструктивно достаточно удобно далее кухня достаточно просторная рабочая поверхность но при этом если мы откроем и плиту и мойку место уже сбоку остается не так много ну то есть вот какие-то баночки как мы можем сейчас видеть поставить можно но прямо как рабочая поверхность все-таки лучше наверное использовать закрывая одну из поверхностей 3 огня где-то должен быть по идее электроподжиг но видимо сейчас как-то не подключена не работает но он есть во всяком случае он есть рядом мойка и соответственно весь этот блок у нас от dometic на кухне есть розеточка 220 вольт и выключатель освещения основного в столовой сбоку у нас еще выключателя чтобы отключать остальные зоны и если коснуться вот этого фонарика сверху над кухонной поверхностью такая панель с приятным теплым светом наверху есть шкафчик для хранения вещей и внизу конечно же тоже ящик с лотком для столовых приборов далее просто дверка 1 и дверка 2 большие полки с противоположной стороны у нас холодильник вот кстати хочу обратить ваше внимание фасады у холодильника сделаны в один цвет со шкафчиками вот в таком интересном дизайне как бы под кожу но на самом деле это просто пластик такой с принтом открываем холодильник на вид у нас порядка 140 литров объем холодильника то есть он похож на те которые мы знаем но и в данном случае я не понимаю что это за бренд нигде не указано что за бренд холодильника интересно кстати замок он тоже сделан в стиле остальных каких-то ручек так вот раз открывается холодильник при этом компрессорный работает только от электричества да даже внутри на шейдике нигде бренд холодильника производитель не указан далее чуть ближе к гостиной у нас есть большой шкаф гардероб с палочкой соответственно чтобы сложить какие-то вещи они же установлена печка трума 4 киловатт на в задней части в углу расположен санузел точнее в данном случае это просто туалет душевая кабина здесь никаким образом не предусмотрено такое бывает в прицепах у нас все любят чтобы был и душ и туалет и это понятно в целом для россии но при этом в прицепах у нас часто объем бака там 50 литров как и в данном случае в прицепе потому что прицеп это в целом концепция про какую-то постоянную стоянку про какое-то место где вы можете сходить в нормальный полноценный душ и по сути у вас просто туалет чтобы ночью встать там где-то в дороге и так далее им воспользоваться душ нам не нужен так часто как туалет поэтому туалет делают а душ не всегда вот мы обычно такие прицепы не смотрим сегодня я решил все-таки сюда зайти и такой вариант рассмотреть потому что вы потом опять-таки в комментариях пишите 50 литров мало и я не могу с этим не согласиться до 50 литров чтобы пользоваться душем это мало и вот он есть душ при этом компактный тесненький воды не очень много и как бы ну нужно ли это всегда ли это нужно так вот если вам не нужно то можно рассмотреть такой вариант при этом где у этого душа в принципе не будет в душ вы ходите в каких-то кемпингах в европе есть везде души на заправках в россии тоже зависимость то место где вы выберете всегда можно дополнительно какой-то уличные души есть там и так далее а здесь просто у нас вот внутри сделан нормальный туалет раковина и туалет с кассетой тэдфорд далее около санузла вот такой еще шкафчик с большим количеством различных полочек и конечно же кровать кровати в задней части здесь есть у нас лесенка чтобы было легко подниматься максимальная нагрузка 80 килограмм размеры кровати 209 сантиметров в длину и 72 в ширину и этих кровать у нас в задней части аж три раз два три три полочки соответственно этот прицеп отлично подойдет для семьи с детьми например тремя детьми вот у вас у каждого ребенка будет своя кроватка и полноценная родительская спальня и даже еще разложив столовую вы сможете поместить двоих гостей давайте по итогу считать спальные места 3 еще плюс 25 и еще плюс 27 компактный прицеп в котором теоретически могут разложиться комфортно спать на полноценных кроватях больших не каких-то кусок семь человек снаружи у нас есть как бы условный багажный отсек почему условный потому что здесь кровати кровати никаким образом не поднимаются не трансформируются то есть мы можем убрать матрасы и как-то прямо так загрузить вещи или на матрасы то есть технически эта дверь здесь присутствует но это на самом деле не очень страшно потому что в движении перегружать заднюю часть прицепа все равно не очень хорошо это приводит к дисбалансу и все у вас может как бы автопоезд вас как ваш вот это ты все занесет и будет не очень хорошо вот кстати есть такое видео может сейчас вы здесь увидеть что бывает если неправильно сбалансировать прицеп по правом борту нас тут заливная горловина бак с чистой водой как уже сказал объем бака 50 литров серого бака с серой водой нету есть возможно кассета а может и нет но в целом прицеп обычно можно сливать там где-то и на землю к сожалению не могу а нет могу открыли смотреть часто проверим есть кассета или нет был заперт вот этот отсек а теперь открыть да есть кассета 20 литровая для серой воды здесь же у нас газовый отсек два баллона по 22 литра устанавливается остается немножко место это холодный отсек здесь не будет тепло и будет достаточно грязно потому что внизу есть щелочки чтобы в случае утечки газа он оттуда выветривался ну а впереди только прицепное устройство бюджетный 7 местный прицеп от lmc мы сегодня с вами посмотрели лично меня порадовал обновившийся более современный дизайн lmc в остальном это считается давно уже неплохие прицепы как напомню lmc входит в химер групп пишите в комментариях ваше мнение по поводу данного прицепа как считаете кому он подойдет как относитесь к отсутствию душа вот ну и конечно же подписывайтесь на канал чтобы не пропустить наши ролики ставьте колокольчик чтобы видеть другие ролики из штутгарда первыми также у нас есть телеграм-канал у яхты на колесах там можно задать какие-то вопросы пожелания к следующим роликам увидеть различные лайфхаки так что не забывайте подписываться но меня зовут антон это канал яхты на колесах до новых встреч пока